Друзья, привет! Привет! Видео Лада Гранта, автомат 2020 года. У нас второй день снег, резина-липучка, автомобиль новый, резина новая. Нужно съездить на дачу, сейчас вечер. Посмотрите, как едет автомобиль. Сейчас вот табло светится, будет видно, как переключаются скоростя. В принципе, так это, когда автомобиль заводишь с дневными и ходовыми огнями, вот так вот все загорается. На колене, которая у нас была, здесь подсветка загорала столько от габаритов. Смотрите, включаю габариты, вот видите, загорается уже все остальное. Очень удобно сделали. Автомобиль прогретый уже, мы просто на нем приехали, я сейчас решил записать видео. Прокатнемся, попробую в юс-машину запустить. Вот, на дачу приедем, там есть снежок. Ну что, поехали. Здесь, конечно, где автомат, ничего не светится. Было бы удобно, если бы вот здесь вот горели бы лампочки. Но, к сожалению, нет. Драйв один. Ну что, поехали, прокатнемся. Вот, сейчас мы сюда ехали, и машина, сколько у нас дня три, стояла дома. С автозапуска ее завели, прогревается очень быстро. И автомобиль теплый. Сейчас давайте противотуманки передние включим. Вот, выезжаем в город. Это видео, наверное, примерно будет минут 10. Смотрите, кому интересно. Вот, газ надавил. И помчались. Идет снежок. Да, резина 185 на 65-16 установлена. По-моему, Винтер называется. До этого видео снимал. Я про нее рассказывал. 1,8 атмосфер. То есть, она получается, пятно контакта побольше. Но рулится она прекрасно. Вот, смотрите, тут скользко. Сейчас вот посмотрим. Вот, поехали. Она почти даже не буксует за счет того, что большое пятно контакта резина. Сейчас на круговое кольцо выйдем. Напомню, едем в город Оренбург. Заодно посмотрите. Наш Оренбург, кто в городе не живет. Так, попробуй здесь с ручником. Нет, не будем. Задний автомобиль идет. Потихонечку. Поехали. Ну, рулится хорошо, хоть и скользко. Набирает скорость. Вот, сами посмотрите. На четвертой. Легко набирает. По тормозам. Держит хорошо. Вот, сейчас вот такие обогнала. Шипованная резина, но ее слышно. Ну, и в салоне, естественно, вот этот шум шипов, я считаю, это неприятно. Мы уже, согнуташ, уже лет пять, наверное, если не больше, да, ездим чисто на липучках. Да, я уже не помню, что шипы. Да, на шипах, мне кажется, у нас и не было никогда шипов в основном липучки. То есть, мы, наш выбор к тому, чтобы кататься на липучках. Если есть умеренно, то ничего с вами не случится, как говорится. По городу. Ну, да, по городу. Ну, и по трассе, мы на ней верим. Может быть, в сельской местности они оправданы, где вообще дорога-то? Ну, да, возможно, да. Вот, выезжаем. Сейчас, смотрите, вот стоим на горочке и стартанем. Сейчас вот машину проедут. Вот, после этого, смотрите, газ давлю. Легко. Переключать ничего не нужно. За вас думает автомат. Ну, и сейчас в сторону дач проедем. Очень удобно. Вот после Нивы на этом автомобиле едешь, одно наслаждение получаешь. Конечно, там многие пишут в комментариях, ваш автомобиль говно. Возможно, если вы ездите там на Мерседесах, например, то, конечно, Гранта будет для вас говно. Но я сравниваю то, что у меня есть. Вот, Гранта, Нива есть. И примерно сравниваю. На Ниве в нашем случае, вот мы ездим на дачу. Сегодня мы тоже катались. Супруга заметила то, что на Ниве, конечно, практичнее, наверное, ехать. Увереннее, наверное. Потому что на датчик, на улице уже снег лежит, заметенный. На Ниве просто катишься. Тем более, два самоблока у меня установлено. Так. Ну вот, выезжаем. Смотрите, здесь снег. Вот, газ даю специально. Сейчас, смотрите, на этот поворот с ручником зайдем. Вот, смотрите. Оп, ручник. Отлично. Не, резина держит. Отлично резина держит. Я уже, как и говорил до этого видео, то, что 65-185 резина, она, как бы, по идее, не должна туда влазить. Я, когда поставил, с зазора, в принципе, все нормально. Но, когда давление было в баллонах 2,2, но она, естественно, выше стала и немножко задевала. Когда рулем до конца влево или вправо выкручиваешь. Вот сейчас стравили 1,8. И без проблем. Вот дальний свет на Гранте. Это сейчас получается дальний и противотуманные фары в бампеле, которые заводские установлены. Сверчков сильных в автомобиле вообще нету. Когда выехали, машина была холодная. Там что-то гремело. Здесь в бардачке я посмотрел. Там что-то лежит металлическое, там что-то лежит металлическое. Все это убрал. Сейчас с вами катимся и нормально. Едешь спокойно, получаешь одно удовольствие. Тепло, хорошо, нигде не дует. Сейчас, я думаю, найдем где снежок. Прокатимся. Едем в Расташе-3, город Оренбург. Кто знает. Так, ну вот выезжаем. Видите, уже такая дорога. Сейчас как на какую-нибудь дачу на улицу заедем, где снег есть. Попробуем там прокатнуться. Ну что, поехали. На третий пока катимся. Здесь дорога неровная. Такая все знает цена. Хреновенькая. Вот переключился на четвертую. Полторы тысячи оборотов 60 километров в час. Света хватает. Корректором я еще опустил. Ближний. Дальний. Напомню, автомобиль покупали 691 тысячи. Максимальная комплектация автомобиля. 1,6 16-клапанный. Коробка автомат четырехступенчатой фирмы подогрева. сиденьев. Подогрев лобового стекла. Электро-зеркала. Управляется полностью. Здесь, посмотрите, на ручки задними окнами, передними окнами. Что тут еще, Наташа? Такого вот. Обогрев церкал. Ну, да. Все это стандартное. То, что идет максимальная комплектация. Не, не хватает дачек и дождя. Ну, да. Вот здесь вот глонасс уже установленный. Давайте вот остановимся и вот здесь вот тронемся. Ну, снега не так много. Даже, знаете, как на ручнике. Ручник, драйв. Колеса буксуют. А с ручника не сдергивает. Вот газ нажал. На второй зацеп поймал и тащит. На третий переключился. Давайте, если вот 300 лайков наберете, поеду на Гранте, на оффроуд. Покатаемся, посмотрим, как по горочкам едет, как свесы. Так что не стесняйтесь там. Лайки ставьте, комментарии пишите. Между прочим, есть видео у меня. Вот ссылочка будет сверху. Где я разыгрывал динамический трос. Условия были просты. 400 комментариев, 400 лайков и я разыграю динамический трос. Ребят, вот знаете, честно сказать, стыдно за вас, потому что не можете набрать 400 комментариев. Уже давно бы разыграл динамический трос. Вроде поначалу такая активность у вас была, но потом все стухло. Я бы, наверное, один бы набил бы 400 комментариев плюсики, минусики. Больше шансов было бы выиграть. Ну ладно, дело каждого. Но едет добротно. У меня есть динамический трос? У меня уже даже нет динамический трос. Вот сейчас не принять участие. Там осталось 100 комментариев. Сейчас приеду. Бери и пиши там эти плюсики, минусики, точки и будет шанс выиграть. Не знаю, зачем он мне, но будет. Нет, трос нужен автомобиль. Обязательно. Случаи в жизни бывают разные. Ему бы еще не укатались совсем. Так, давайте вот направо сейчас проедем. Ну, здесь тоже немножко накатано. Ну, вот снег есть. Немножко смотрите. Вот, давайте сюда. Во, 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 во. Вот. Вот, 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 вот. Сантиметров сколько снега? Я даже не знаю. Ну, здесь нам лежит. Сейчас развернемся и в горочку поедем. Попробуем заехать в горочку. сейчас вот здесь развернусь на горочке остановимся посмотрим как она будет работать но пока вообще без вопросов катится парктроник парктроник уже устанавливал сам здесь вот видите вот такая штучка стоит и он показывает расстояние до заднего препятствия нейтраль драйв сейчас на корочки становимся давайте переключимся чисто на первую и на ней попробуем тронуться вот здесь подъем сейчас смотрите вправо сдам именно машину поставим снег вот так вот смотрите чисто первое то есть на вторую переключаться не будет чисто на 1 буксует обороты позволяет все легко вот таком на автомате так вот и нужно буксовать точно на драйве не надо чтоб скорости оплесали в крайнем случае можно поставить на вторую будет первая вторая первая вторая вот смотрите но едет едет ручник вот но все на этом видео мы заканчиваем если понравилось вам самое главное пишите чтобы вы хотели увидеть чтобы я снял по гранте по ниве какие-то ваши предложения я буду да и вопросы я буду снимать мне будет легче найти контент который вас интересует и не забывайте участвовать в разных мероприятиях в том числе и где разыгрываем динамический трос все с вас лайки подписочка обязательно хотелось бы мы поехали домой все всем пока да кстати лайфхак смотрите с машину заглушил например вам темно идти берете рычажок хоп загорается свет автомобиль ставите на охрану и 50 секунд ближний свет вам будет освещать дорогу проверено супер-супер все 50 секунд можете смело дойти до дома все вам будет освещать как в моем случае теперь все пока пока пока